Психологическая помощь детям и их родителям. Свой профессиональный праздник 16 марта отмечают сотрудники Люберецкого социально-реабилитационного центра. Работа этих специалистов полна творчества. Подробнее в сюжете моих коллег. Мы сейчас с тобой спрячем песок, а ты ее найдешь. Хорошо? Поиск предметов песочницы – не просто игра. Так Алексей Теплухин распознает, кто склонен к агрессии, как развита мелкая моторика и общие умственные способности. Шестой год психолог принимает юных пациентов и их родителей. Ребенок у нас достаточно активный, эмоциональный. Нам нужно было немножко помочь, именно нам, родителям. В комнате психологической разгрузки есть все для реабилитации детей, у которых появились трудности в обучении. Общаться с юными пациентами несложно. Главное – к каждому найти подход. Работа с людьми всегда подразумевает умение комбинировать, умение совмещать какие-то техники. И не просто подстраиваться под настроение ребенка, но и стремиться ему дать все самое лучшее, то, что ему будет полезно для его развития. Своё призвание Алексей нашёл не сразу. Сначала окончил строительный колледж, работал по специальности, потом начались проблемы со здоровьем. Именно в этот момент понял – пора сменить профессию. Решил исследовать психологию людей. Ребенок никогда не, скажем так, не врет в своих эмоциях. То, что не есть внутри, он и пытается донести. Мне кажется, особенно для работника социальной сферы это очень важно. Для родителей же важны результаты. Своего сына в центр привёл и Георгий Львов. Владик родился недоношенным с лёгкой формой детского церебрального паралича. Страшную болезнь он поборол, но врачи рекомендовали пройти реабилитацию. Тут с ним занимаются логопедией, помогают ему развивать речь. Он, кстати говоря, ходя в этот центр, новые слова мы с ним разучили. Учит его играть самостоятельно в игрушке. Исследовать новые методики Алексею Теплухину помогает творчество. Помимо изучения психологии, соцработник любит писать. Проза или поэзия значения не имеет. Автор издал уже две книги. Мне было достаточно видеть, как боги играли в мячик. Проза – это сказочные повести в основном, основанные на славянской мифологии, на авторской переработке каких-то мифов, на современный, скажем так, клад. Поэзия разных жанров. И лирическая есть, и социальная. Вдохновение появляется не только у Алексея. Диляра Софиулина в свободное время тоже пишет, но картины. Осенние пейзажи сотрудницы центра нравятся больше всего. Свои навыки она использует и в работе. Где-то ты можешь выиграть с ней, какую-то терапию, арт-терапию, использовать свои методики. Профессию художника Диляра решила оставить. Уже два с половиной года она проводит воспитательные беседы с неблагополучными семьями. Но не все готовы принимать эту помощь. Иногда родители не открывают двери. Хочется, наоборот, помочь этим детям, чтобы они не жили в таких условиях. Чтобы они видели, что бывает и другая жизнь, а не в каких-то антисанитарных условиях. Либо видеть постоянно родителей, которые злоупотребляют алкогольными напитками. В Центр для несовершеннолетних может обратиться как ребёнок, так и родитель. Профессионалы окажут помощь и постараются укрепить взаимоотношения в семье.